Здарова, друзья, с вами Мамонты, в этом видео свежие новости Стэнд оф Дуа, усаживайтесь поудобнее и приятнейшего вам просмотра. Первое, прикол с загрузкой и нововведением. Второе, жесткие читеря. Третье, мне ответили разработчики по поводу 100 стардропов в Ролл Старсе. А еще вы узнаете, как получить 500 тысяч голды и много интересных фактов, поэтому ставьте лайк и смотрите до конца. А как же кнопочка участвовать, за которую ты можешь получить абсолютно любой приз, который стоит немало голды, ссылка на телегу в описании. Зашел, нажал кнопку и кайфуешь, ждешь итоги. А сейчас вам покажет прикол мой друг с загрузкой данных в Стэнд оф Дуа. Всем привет, сейчас я вам покажу, что будет, если зайти в Стэнд оф и отменить скачивание данных. Прямо сейчас я нахожусь в Стэнд оф Дуа и я не нажал кнопку загрузить данные. Лично я даже не пробовал такую тему и не догадывался, что так можно сделать. И после этого видео я задумался, так, разработчики добавили функцию, что ты можешь не скачивать какие-то файлы. То есть, они уже, прямо сейчас, могут реализовать докачку режимов. Да, я знаю, о чем вы подумали, я бы тоже скачал зомби-режим. Тему с античитом я почти никогда не обсуждаю в роликах. Почему? Потому что я не играю в матчмейгинг. Но разработчики недавно выкатили пост о том, что они активно борются с античитом, ой, с читерами. Ну, короче, вы понимаете. То есть, у разработчиков на первом месте сейчас античит. Почему? Потому что в игре творится полный кошмар. То, что мне скинули, это просто жесть. Надеюсь, это в скором времени исправят. Читеры просто ломают игру. Портят игру обычным игрокам, которые хотят апнуть звание честным способом. У которых есть скины, которые играют эту игру, чтобы получить удовольствие. Но читеры это сритеры, читерята, я не знаю, как еще называть. Читеря, может быть. То есть, им вообще все равно. Они просто скачивают читы, ломают, руинят все, портят, потом отлетают в бан и плачут. Блин, у меня был нож на аккаунте, почему меня забанили просто так? Вот это видео скинул мне мой подписчик. Он попался в игре с читером или против читера, непонятно. То есть, он сам не является читером. Но вот это все, что происходит, это сделал читер. Скоро выйдет патч, и в нем будет нормальный античит, который забанит всех этих неадекватов. И надеюсь, что у них в инвентарях очень много голды, чтобы они поняли, что они натворили. Кто смотрел два моих прошлых видео, тот в курсе, что я говорил про 100 старт-дропов в Бравл Старсе. Ладно, для тех, кто не смотрел, объясняю. Я рассказывал, что в Бравл Старсе есть новое крутое событие, в котором давали 100 бесплатных призов. Ну, я объяснил, в чем плюсы этого события, в чем минусы. И объяснил, как бы хорошо это влетело в Стенд оф 2. Но вчера я решил прямо разработчикам записать голосовое сообщение, трехминутное примерно, где объяснил все плюсы и все вот прям супер-мега важные вещи про вот такие вот события, как в Бравл Старсе. Объяснил, в чем смысл, в чем плюсы, в чем логика. И знаете, что мне ответили разработчики? Вы не поверите. Они согласились. Да, есть какие-то там нюансы, есть какие-то вещи, но в основном им понравилось то, что я им объяснил. Им понравилась эта идея и сказали, да, согласны, это круто, это правда. И я такой, капец, круто, офигеть. То есть разработчики поддержали идею. И я там рассказывал и про магазин серебра, и про боксики, и про опыт. Короче, много всего рассказал. Не хочу спойлерить вам всем, что именно конкретно я говорил. Пришлось закончить фразу, потому что я уже заспойлерил, как бы. Что получается? В будущем будут какие-то события в стенд-оффе? Было бы неплохо. Как получить 500 тысяч голды в стенд-офф 2? А если быть точнее, давайте зайдем в стенд-офф 2 и точно подсчитаем, сколько мы можем получить просто так на халяву голду. Итак, мы находимся в инвентаре, заходим на рынок, делаем фильтр, NAMELESS коллекция и ищем новый ножик. NAMELESS MIMI CRY 600 тысяч голды. На заказе 600 тысяч голды. Как проверить, сколько мы получим, если мы что-то слием за 600 тысяч? Это легко. Заходим на любые скины в инвентаре и продаем. Так, за 600 тысяч продаем. Это 480 тысяч голды просто так. А как их получить? Как залутать нож MIMI CRY? Вот просто вот в инвентарь себе. Если никто этого не может сделать. А это очень просто. Играть в союзники и матчмейкинг. Вот и все. Просто целыми днями, круглосуточно играть в союзники и матчмейкинг. А еще лучше, собрать себе круг друзей. Например, 10 человек. И вы все в десятером постоянно будете играть в этот матчмейкинг. Фармить, фармить. И потом какому-то рандому. И вообще с левой катки выпадет этот MIMI CRY. И он получит себе 480 тысяч голды. А вы останетесь ни с чем и будете плакать. Да, вот такая вот горькая правда. NAMELESS скины выбить почти невозможно. Почти невозможно. Но если возможность получить эти скины на халяву, пожалуйста, разработчики, объясните и снимите для нас подробный разбор NAMELESS коллекций. Как она появилась. Как вы ее придумали. Где ее можно выбить. Какие шансы. Зачем вообще это все. И так далее. Разработчики, сделайте видео, пожалуйста, про NAMELESS. Вообще, ребят, можем распространить хэштег видео про NAMELESS. Вот такой вот. Пишите в комментариях, пишите у разработчиков в комментариях, мне, у других ютуберов, чтобы кто-то про это начал снимать. Потому что если ютуберы наснимают кучу видео про NAMELESS, то разработчикам потом это все нужно будет разгребать и объяснять, как на самом деле работает NAMELESS. И тогда они уже снимут нормальный гайд по NAMELESS. Бро, если ты давно мечтал о дорогих скинах, вот ты прям хочешь что-то получить просто так ничего не делая, то зайди в мой телеграм-канал и просто участвуй в конкурсах. Это же так просто. Ты подписываешься на спонсоров и нажимаешь кнопку участвовать. И ждешь итоги. Если тебе повезет, ты получишь один из перезов в конкурсе. Вот у меня как раз конкурс идет. Есть кнопка сверху участвовать закрепленная. Нажал, поучаствовал, получил приз, если повезет. Если нет, поучаствуй в другом конкурсе. Там каждый день конкурсы. Но я уверен, многие думают, что это просто скам. Как это могут быть каждый день конкурсы? Откуда у него столько голды, скинов, наклеек? Зачем ему это все бесплатно просто так отдавать? Но вы здесь очень сильно ошибаетесь. Потому что за эти конкурсы платят деньги. Там же есть в условиях подписаться на спонсоров. Вы когда подписываетесь на спонсоров, вы нажимаете участвовать в кнопочку и участвуете в конкурсе. Бот проверяет, подписались ли вы на всех спонсоров. И только тогда принимает ваше участие. Эти спонсоры заплатили деньги за это. Они тоже хотят активы. Они тоже хотят делать конкурсы. Они тоже хотят аудитории. И для этого они покупают рекламу. Реклама стоит денег. И за эти деньги мы покупаем скины, наклейки, голду, зарплату менеджерам, зарплату мне. Я делаю рекламу даже в роликах. В шорцах рекламирую эти конкурсы. Еще есть люди, которые говорят, да ты себе призы просто забираешь, ты своим дружкам их раздаешь. Каким образом, если бот сам рандомно выбирает с подписок людей, зайдите, посмотрите, узнаете, что такое TAS Gold Bot. Все это было создано за большие деньги, немаленькие. 20 тысяч рублей стоил бот. Его обновление 12 тысяч рублей. Еще раз обновить нужно было, потом еще докинуть, за сервера заплатить. Все это деньги стоят для того, чтобы просто сделать рандомайзер, чтобы люди могли зайти, поучаствовать в конкурсах, в других подписаться, получить там голду, получить чек на вывод. Все это бабки стоят. Я уже запутался, я уже не знаю, что говорить. Давайте так, те, кто у меня выигрывает призы, те, кто у меня получает скины, те, кто выигрывал в конкурсах, пожалуйста, снимайте об этом шорцы, видео, пишите посты, делайте какие-то заявления, что вот я выиграл у мамонта нож, чтобы об этом все знали, чтобы не было такого, что ой, мамонт не раздает ничего, все себе забирает. Мне это максимально неприятно. Нафиг мне эти ножи и скины, вот это все, зачем мне оно, если я это все и так раздаю на стримах, если оно и так валяется у меня в инвентаре, если я и так вывожу все через TAS Gold Bot, зачем мне это, я что, кушаю эти скины или что? Короче, у меня уже больше нет сил говорить, горло уже садится. Всем спасибо за просмотр, смотрите вот это видео, которое выразило на экране от начала до конца и желаю вам приятного просмотра.